По уровню дзюдо Нияс показывает замечательное дзюдо, замечательную подготовку тренера его Константин Толмачев. Поздравляем Константина. Молодец. У Константина в этом сезоне есть призеры юношеской России, которая проходила в Казани. Видно стиль, в который он работает. Видно формат дзюдо, который он преподает. Желаем ему дальнейших успехов и хороших учеников и учениц. Так, ну что, у нас здесь на татаме уже закончилось. И в схватке за бронзу сошлись Болянов Виталий, кандидат мастера спорта 93-го года рождения. И Фещенко Никита, представитель Челябинского ЦОПа, Центра олимпийской подготовки, 94-го года рождения. Ну что сказать о Болянове, тоже поменял весовую категорию, перешел из 90 килограмм. Что-то там какая-то пауза, что случилось, неужели мы что-то просмотрели. Ну а что хотелось бы сказать, Фещенко помогает на тренерском мостике. Да, я вижу, это заслуженный мастер спорта Иван Першин, знаменитейший на спортсмен, чемпион Европы, призер мира, 5-е место на Олимпийских играх. Конечно, очень заслуженный спортсмен, боролся в 90-100 килограмм Иван, поэтому понятно, почему он ассистирует тренером, хотя является Шишкин Вячеслав Анатольевич. Но тем не менее, он сейчас задействован в тренерском штабе сборной, наблюдает со стороны, участвует в отборе команды. Здесь под руководством генерального менеджера Эцио Гамбо присутствует группа тренеров. В женской части это Дегтярев Владимир, Брайанин Андрей, а в мужской части это Анзор Гаунов, прошу прощения, и Вячеслав Шишкин. А ассистентом выступает у Валянова Виталия, не менее известный спортсмен, он, кстати, является президентом Федерации дзюдо Республики Башкортостан, Вадим Сафонов. И помимо этого, Вадим является мастером спорта международного класса под дзюдо, достаточно много был призером различных всероссийских, всесоюзных и международных соревнований. Ну что, посмотрим, посмотрим, как подготовлены спортсмены, борьба за бронзу. Фещенко шел ярко, была у него одна встреча, где походу за выход в полуфинал он проигрывая в Азаре. Ой-ой-ой, как сам себя накатил Болянов, то Фещенко просто перехватил, чувствительный такой. Болянов пошел в атаку и как бы сконтрил, сконтрил с задней подножкой Фещенко. Хорошо, вот он чувствует это движение. Ну, конечно, для Болянова это улучшение результата. Матэ команда Дзамашвили дает команду, судья международной категории лицензии Б. Ванод Дзамашвили, Санкт-Петербург, работает на татаме. Ему в этой встрече помогает Спартак Толхунц и Андрей Бобров. Москва и Ставрополь. Соответственно, Спартак из Ставрополя, Андрей из Москвы. Так, ну что, оценили Вазаре. Да, достаточно высокая заявка на победу в этой встрече. Ну, Фещенко такой интересный, чувствительный парень. Хотя, вроде, ну что, еще одна Вазаре. Все, Вазаре, Япон показывает. Два Вазаре и победа уходит на Урал, Челябинск. Болянов становится пятым. Ну что, хотелось бы пожелать, конечно, дальнейших успехов Федерации дзюдо Башкортостана в развитии дзюдо в республике. А Урал, конечно, у нас традиционен в победах. Неплохо. Фещенко сегодня был, проявил характер сам в полуфинал. Проигрывал в Азаре. Отыгрался, сделал бросок на Япон. Поздравляем его тренера Шишкина Вячеслава. Поздравляем Центр олимпийской подготовки Челябинск. Ну, стабильно показывают результаты спортсмена центра. Очень отрадное видеть, что качественная ведется работа. Очень много тренеров представленных сборных команды страны из Челябинской школы. Ну, как мы видим, не зря, судя по медалям, наших атлетов на международных соревнованиях. Субтитры создавал DimaTorzok